АЛМАТИНСКАЯ ИСТОРИЯ Мы здесь молодыми ребятами собирались и пели песни джеттегеновцев. Давайте вспомним, как все это было. Тополя, тополя, город мой влюбленный. На пути деревца, деревца зеленые. Мы с тобой идем на самое любимое место. Рядом с оперным театром, с бывшим цветочным базаром, с тюзом, которого нет, к сожалению. И сразу столько воспоминаний. Вот здесь, где сейчас гостиница расположена, там стояла 10-я школа, в которой я начинал свое образование с первого класса. Когда мы доучились до 5-го, ее снесли и нас перевели в 25-ю. Меня отец провожал сюда на занятия, сам шел в оперный театр на репетицию. Они вот с моей мамой здесь работали всю свою жизнь, осветили нашему готовому. Вечерами, когда не с кем было нас оставить, нас забирали сюда. Спектакль идет, а мы там за кулисами живем своей жизнью. Это были сказочные времена, там закулисные декорации. С балета швуралея, там сказочные деревья какие-то, там чудовища, там, знаешь. Очень интересно было. Мы переживали, я думаю, с этими вот предметами какую-то особую жизнь. Детскую, мальчишескую. Вот таким образом, вот, потом отец, возвращаясь, забирал меня занятия. Это когда вот дневные репетиции были. И вот здесь кафе «Лето». Ты помнишь, да? Замечательное такое деревянное строение уютное. Мы туда, но я не один шел, там еще с нашего двора. Отец нас всех брал. И мы там садились и ели мороженое. Вот из этих алюминиевых кремонок, я помню, пломбир. Вот здесь вот прошло мое детство и юность, и вообще вся сознательная жизнь в центре нашего города. Все мы здесь вот на этих улицах пели, во дворах, на скамейках. Может быть, на этом самом месте. Вон там, кстати, скамейка. Я думаю, мы туда подойдем. У меня есть фотография. Я с дядей Муслимом там сфотографировал. Я вышел из театра, приехал с конкурса в Рио-де-Жанейро, стал лауреатом, приехал. А театр был на гастролях. Я пришел в театр, никого нет, я вышел и сидит здесь мы с ним. Мы с ним сели на скамеечке, сфотографировались. Я посмотрел вокруг и говорю, да, это не Рио-де-Жанейро. Это наша родная Алмата. Потому что эти большие города меня утомляют. А здесь свой какой-то микроклиник. Интересно, в чем же кроется секрет такого молниеносного и быстрого рождения и становления одной из первых вокально-инструментальных групп города Алматы? Год основания «Життегена» – 1973. Сказать о том, что время было такое, вот теперь и нравы другие, и запреты не такие жесткие. Так сказать, это все равно, что ничего не сказать. Практически каждый музыкант этой уникальной группы разных временных составов так или иначе был связан с музыкой. Народной, классической, фольклорной, современной. Мы жили по соседству с великими людьми. И, может быть, что-то вот мы от них восприняли, какое-то видение жизни, вот это вот общение с людьми. Все передалось от старших. Замечательные наши ахсакалы, которые стояли у истоков вообще зарождения оперного искусства, драматического, балетного искусства. Художники здесь. Я помню, Калмыкова, я сам видел, он всегда ходил через наш двор, и он здесь работал декоратором. Так что вся история этой группы рождалась не с нуля. И, судя по всему, она не могла не случиться. Столь богатыми были предпосылки. И примеров тому в подтверждение и историй бесконечное множество. Так и художным руководителем, музыкальным руководителем был Сагнай Абдул. Потом вот уже пришел Вика, Муразовый усид. Потом вот он привел Толгат Сарыбаева. Оказывается, Толгат Сарыбаев пришел, тогда появилось лицо у нас. Сразу он, у него же отец был профессором в консерватории, он собирал вот эти национальные инструменты. И вот он тогда, значит, принес жеттеген вот этот, который мы не видели никто, да и не только мы, по-моему, тогда еще мало. То есть мы тогда без названия были, да? Мы тогда без названия были. Еще не было названия. Еще не было названия. Это прошло несколько месяцев после первой нашей встречи. И вот этот жеттеген появился, мы тогда не знали даже, что за инструмент. Не только мы, я говорю, мало кто знал вообще. Вот. И вот он на этом инструменте, значит, начал играть, вот. И тогда вот у нас появилась мысль, значит, назвать это группу жеттеген. Потом он принес еще инструмент Асатаяк, принес Шанхобес, потом ввел, потом вот этот барабан индийский. И вот так мы начали. И мы сразу ударились вот в национальную музыку. Она стала совсем по-другому звучать, соответственно. Не как вот все вот, тогда же много группы вот, ну, все гитары там вот все. А тут звук дуба пошел, да, вот. Сейчас поют, вот, бурбала поют там, например. Какие еще? Которые мы... Айгабак. Айгабак. Мы первые. Первые, первый, да. Никто даже не думал о том, что эти народные песни можно петь в таких составах. Я бывал на ваших репетициях в Институте народного хозяйства на Масанчи-Шевченко. Это, наверное, начало 70-х годов. Мне так кажется, потому что я совсем был маленький. Это начало 70-х годов, совершенно верно. И вот я там в зале иногда попадал туда и наблюдал за репетициями вашими. Я сам туда иногда попадал. Меня приводил туда Сага, Сагнай, в Нархоз. Тогдашний Нархоз тоже он меня привел. Мне было интересно это все, необычно. Потому что я занимался в консерватории классическим вокалом. Но и тем не менее, мне всегда хотелось прикоснуться к тому таинству, что происходит у нас. Какие-то ансамбли. В общем, в эту сферу меня всегда Сагнай внедрял, приводил меня. И то же самое с Житигеном произошло. Первое выступление это было у нас как раз в Москве. Несколько песен пели мы, в том числе казахскую классику такую. Альбек, я как помню, пел он алтархас, вот эту хормангалиевскую знаменитую вещь. Я пел песню «День без быстрей поможет на земле». Ну, в общем, мы успешно выступили. Потом мы поехали в Москву на фестиваль «Алло, мы ищем таланты» с начала 70-х годов. Это мне запомнилось тоже. Кстати, ансамбль «Алтендан» тоже ездил туда. Вот два от Казахстана ансамбля. Как бы противоборствующая сторона Житигену. Там была Нагима Искалиева, Исиджан, Исиджан. Короче, ребята, это была другая контора. У нас была своя. Они тоже занимались как бы обработкой классических народных песен, да? В общем-то, да. Вот моду задали, получается, Житиген на обработку казахстанской песен. Житиген, Алтендан, да. Я помню, Нагима пела в Алтендане. Потому что лучше ничего и не было. Это самая благодатная почва. Народная песня, народная музыка. Как говорил Глинка, музыку сочиняет народ. Мы, композиторы, ее только аранжируем. Очень популярный был фестиваль. Он был телевизионный на весь Союз. Молодые голоса назывался. Это был такой престижный, да, среди самодеятельных коллективов со всего Союза. Съезжались лауреаты региональных конкурсов. Приезжали в Москву. И там был такой финальный уже конкурс. Вот мы попали на этот конкурс. Здесь стали лауреатами вместе с ансамблем Алтендан. И поехали в Москву на финал уже. Конечно, великолепные были коллективы из Грузии, я помню, с Молдавии. Вообще со всех республик самые-самые такие серьезные коллективы. Вообще этот фестиваль был очень интересный. Там были коллективы со всего Советского Союза тогдашнего, из Молдавии, из Грузии, из Армении, из Прибалтики. Ну и российские, естественно. Когда мы впервые увидели метров нашего искусства, например, представителем жюри был Микаэл Таревердиев. Мы на него смотрели. Приезжал нам в большой черной машине. Выходил оттуда, и мы все робили все. Нам тут делать нечего. Ну ничего, вроде бы успешно выступили, хорошо. Особо запомнились наши общения с музыкантами из республик союзных, за кулисами. Там же, естественно, все общаются в раздевалках, там мы увидели таких великолепных гитаристов. С Узбекистана, я помню, приехал парень. Он показал вообще какую-то новую для нас технику игры на гитаре. С Грузии там они приехали. У них был ансамбль вместе с дутками, с духовой группой. Вот типа Чикаго, да? Так это очень впечатляло. Были с народным направлением, вот с Молдавией был замечательный коллектив. Ариэль, я помню, там выступал. В общем, самые-самые такие серьезные ребята. У нас была очень хорошая база в Глазнабе. Там был прекрасный зал. Нам приобрели хорошую аппаратуру. Ну, хороший так, биг. Биг. Венгерский, да? Да. Особенно халтурой. Ее таскать тяжело было. Сейчас что, да? А тогда, конечно, это все было тяжеловесно очень. Но, во всяком случае, это было что-то очень хорошее. А самое главное у нас был молодой энтузиазм и задор. Нам хотелось петь, хотелось выступать. И вот мои друзья и по жизни. Все, с кем я познакомился в GTG, они друзья и по жизни. Дальше уже мы дружим. Долгие-долгие годы. Иногда показывают фотографии тех лет. Я говорю, а где это было? Я не помню, например. Старшие товарищи мне говорят, это было вот на избирательном пункте, где-то там тогда-то. Ты же помнишь, Нарик, в каждом институте, в каждом техникуме это была просто обязательная программа, да? Художество самодельное. Свой ансамбль везде. Да, это курировалось комсомолом, поощрялось партией. В общем, так здорово все было. И все, кто имел какие-то данные музыкальные, они могли принимать в этом участие. Поэтому были большие конкурсы, межвузовские, я помню, конкурсы, где мы участвовали, занимали призовые места. Я еще вот на ИСФАКе, когда учился, у нас был ансамбль искателей. Искатели. Наша передача была, а раньше же не было там записи, фонограмм, прямой эфир. Снимали, сразу снимали и потом транслировали. Надзиб, он пел песню «На реке». Янзаривый, да, на английском? И ел урилом? Нет. Нет. Блюд был. Фа-ба-бэ-ба-ба-ба-ба-ба. Ну, красивый блюз такой. И там спрашивают, слушайте, а что это вы за песню тут собираетесь петь? А о чем это песня? Надо говорить, это песня о том, как тяжело живется неграм в Америке. Ай, да, давайте. Вот таким образом. Сага тогда прекрасно играл на барабанах, но у него чувство ритма замечательное было. А барабанов так-то как-то в их не было. И он Сага играл на картонных коробках и кастрюлях для звука. И так это было смешно. Но ритм какой-то был все равно. И мы классно вот таким образом. Еще Сага прекрасно пел. Вот напротив детского мира в этом скверике перед домом правительства, еще тогдашним, да, не фонтан, а вот выше которой, выше Комсомольской, там пятачок такой был, назывался. Круглые, клумба круглая, вокруг нее скамейки. Вот мы там, ребята, кто в этих районах жил, мы там собирались. К нам приезжали друзья, которые жили далеко от центра. Они знакомы были через учебные заведения, может быть, кто-то кому-то что-то рассказывал, что там собираются ребята, поют красивые песни. И вот мы там начинали свое вот такое вот музицирование, свою музыкальную жизнь. Потом уже, когда организовался ансамбль «Дзиген», у нас появилась база великолепная музыкальная, да, где аппаратура у нас была в Госнабе, в Казарской ССР. А до этого в любое место, где что-то вот было электронное, что-то вот похожее на инструменты, это нас привлекало. Но вот была тяга вот поиграть на каких-то электрических инструментах, которые раньше очень сложно было это все приобрести, где-то достать. Поэтому любая возможность, где-то что-то... Вот мы в «Нархоз» частенько приходили, там наши друзья репетировали ансамбль «Нархоз». Нам давали там поиграть тоже, в студенческий у них был клуб, и там стояли тоже инструменты. Аппаратура-то серьезная была? Серьезная, да. По тем временам, я тебе скажу, очень классно звучали немецкие вот эти... Легенты? Легенты, да. Венгерский «Биг». «Биг», да, да. Ну, такой вот сборный. «Биг 100», помнишь «100»? «Биг 100», да. Это незабываемые годы. Годы юности самые главные. Годы, когда мы были молоды, и когда вся жизнь была впереди. Куба, конечно, это украшение коллектива нашего вокального. Такой бахотный, великолепный голос. Какой диск он записал, вот уже будучи зрелым музыкантом. Я вот сейчас слушаю в машине, езжу. Великолепно. Некоторые песни вообще неповторимы. Вот такой Куба. Конечно, его будем всегда помнить. Такое не забывается. Не просто как музыкант, а не только как музыкант. Он был замечательный человек. Этот человек для меня был вообще образцом правдивости, честности. Он умел дружить по-настоящему. Всегда был рядом. Вот раз язык, Куба, казахский язык подтянул очень, даже принесли. Руслан говорит на казахском. Он же у тебя переводчиком был на казахском? У меня переводчиком первым, когда я приехал в Амаду, первый класс. Но я вышел во двор, до Мартина. По-русски не разговаривал в Захасе? Я по-русски плохо еще говорил. Он вышел, погулял во дворе. Вроде все казаки, ребят. Никто по-казахски не говорит. Ну, на второй день я Кубана нашел. Казахский близ, ну, Блем говорит. И вот так мы с ним сдружились. Вот начинается в 60-й год. Сколько это? В 60-е годы по сегодняшнее. 62 года. Да, 60 лет почти, да, мы вместе. Конечно, очень жаль, что Куба шел, потому что его голос такой с мягкой вибрацией. И все с таким, нафиг, с такими красками, он так дополнял нашу группу. Это вообще супер было. Очень жаль, конечно. Вот уже долгие-долгие годы нас связывала дружба, хорошие отношения добрые. Он был замечательным человеком, прекрасным музыкантом. Но для меня он открылся в последние годы с другой стороны, как певец. Оказывается, Куба обладал прекрасным голосом. У него замечательного тембра, такого бархатного, такого очень нежного. И я вспоминаю, как мы в юности пели, и пели еще мы на Иссыкуле. Собирались вечером, где-то там в какой-нибудь беседке на берегу Иссыкуля, согнаясь с гитарой. Я пел Куба, и мы начинали петь. Собиралась большая толпа слушателей, девчонки, какие-то знакомые пацаны и незнакомые люди приходили. И лунная дорожка, я помню, через озеро. Опять же молодость, опять же музыка. Музыка – это главное, что нас объединило в этой жизни. Музыка У нас была очень дружеская такая, хорошая атмосфера всегда. Мы общались только на положительных таких нотах, на хорошем настроении. Вот Куба – один из тех, кто создавал такую атмосферу среди друзей, в своем спокойствии. Он был очень спокойный. Такой, может, немножко медлительный человек. Когда мы играли в бильярд, Куба начинал выбирать шар, по которому ударь. Он ходил полчаса. Оттуда зайдет, отсюда подойдет. Куба, ну хватит, бей уже, сколько можно. Спокойно, так и в жизни. Куба был такой спокойный, рассудительный, добрый человек. Беспредельной души, сердца большого. Вот, ну, к сожалению, его нет с нами. Но, я думаю, это жизнь. Жизнь такова, приходит. Но на смену зато идет молодежь. И всегда приятно видеть новых талантливых молодых исполнителей. В нашем парке зима Снег лежит в пелену. Танц-площадка пустая И тебя нет со мной. Изначально он просто ее под гитару. Под гитару. Она такая вот наша алматинская песня. В нашем парке зима. Это что-то биографическое даже в этом поет о своей романтической любви. Ну, и все приняли это как рассказ о себе. Поэтому ее очень многие поют. Из Киргизии ребята. Потом даже один киргизский певец спел ее с камерным оркестром, эту песню. Я кубе позвонил, что слышал? Да, я слышал. Они мне звонили, просили, можно сказать, да. Он мне дал добро. Эта песня звучала много раз на Иссыкуле, да, получается? Везде вот многие наши ребята же в командировках, работали за рубежом, в посольствах. Вот они все время звонили. Мы по телефону пели на два голоса, когда у них ностальгия такая начиналась. Давай споем, да. Точно как мимик. Давай споем. Хайрат Абусиитов. Хайрат Абусиитов звонит мне. Я в машине еду. У меня громкая связь. Я говорю, слушай, старик, что-то так вот... Тоскливо. Ты там на этот самый, погода, погода дождливая, да. Он сидит там на этот самый, вдали от Родины. Давай споем в нашем парке. И мы с ним, давай. Я за рулем, он там где-то далеко от Родины. В общем, народная песня действительно стала народной. Видимо, у каждой народной песни есть свой автор. Просто некоторых забыли. А вот эта песня будет, конечно, в наших сердцах. И молодежь ее любит. Моя память полна. Вспоминаю твой взгляд Кудрит темных волос. А зачем же тогда разлучил нас мороз? Разлучил нас мороз? Разлучил нас мороз? Разлучил нас мороз? Сегодняшнюю историю мы посвятили легендарной алматинской группе «Життеген». Музыкальные истории нашего города мы будем продолжать в следующих программах. Алматинские истории продолжаются. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ